Численность вооруженных сил организации Варшавского договора в Европе всегда была меньше, чем у НАТО. Это подтверждали исследования признанных международных организаций. В структуре Варшавского договора преобладали средства защиты, такие как противовоздушная оборона. В то время как у НАТО было огромное численное превосходство в средствах нападения, ударных самолетах, боевых вертолетах, крупных десантных кораблях. Любому специалисту эти цифры говорили о явно агрессивном характере НАТО и оборонительном Варшавского договора. Но подобная информация никогда не появлялась в западной прессе для широкой публики. Учения стран Варшавского договора были своего рода лабораторией, первой проверкой на практике новых тактических приемов и методик оперативного военного управления. Их применение меняло взгляды на способы достижения победы. Вот я представлю, тысячу единиц артиллерии. И вся эта махина в течение полутора часов стреляла реально. Реально шла авиация, бомбила. Реально шли вертолеты 107-72. И при том была артиллерия, она по-разному стреляет. Она впервые стреляла на своими танками, на своими боевыми машинами. Это тоже было впервые. Учения «Запад-81», в которых будущий начальник штаба объединенных вооруженных сил Варшавского договора Владимир Лопов принимал участие в качестве командующего армией, стали не просто тренировкой, но и своего рода предупреждением. Все время, пока существовал Варшавский договор, таких войн, какие после его расторжения начали вести США, НАТО и их союзники против Ирака, против Югославии, против Ливии, таких войн во время Варшавского договора не было. Поэтому я убежден, что Варшавский договор был серьезным элементом стабильности во времена Холодной войны. Народы стран Варшавского договора решили больше не идти по дороге социализма и организация распалась. Но договор выполнил свое предназначение. Тогда не было войн, и мы, бывшие военнослужащие армии социалистических стран, внесли в это вклад. Как и всякая военная организация, Варшавский договор, объединивший вооруженные силы семи европейских стран, имел немало тайн и секретов. Будут ли они когда-нибудь преданы властности? Возможно. Но главный секрет, обеспечивший организации Варшавского договора добрую память, раскрыт. Это взаимное уважение стран-участниц и подлинно равноправные партнерские отношения. Ради безопасности и дружбы между народами. Рад美元. Ради безопасности и дружбы сегодня после работы. Ради безопасности и дружбы только. Продолжение следует...